Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о больших деньгах. Я расскажу, как делаются огромные деньги, большие деньги, как очень-очень много зарабатывать. Обязательно досмотрите это видео до конца. И опять же повторюсь, это видео не для всех, только для тех, кто хочет очень много зарабатывать. В последнее время я все чаще и чаще сталкиваюсь с непониманием от подписчиков. Люди спрашивают, Тарас, почему ты этим занимаешься? Почему ты этим занимаешься? Какое дело приносит очень-очень большие деньги? Масштабируемое дело. Ребята, есть два вида дел. Масштабируемое и немасштабируемое. Вы должны это осознать. Масштабируемое дело. У меня, я видеоблогер. Я снимаю одно видео, его могут посмотреть миллионы людей. Одно видео. Я делаю одно дело для миллионов людей. Немасштабируемое дело. Одно дело для одного человека, официант. Он должен обслужить каждого. Понимаете? Каждого человека. Вот почему официант никогда не станет миллионером. Масштабируемое дело и немасштабируемое. Еще раз. Масштабируемое. Одно дело для всех. Немасштабируемое. Одно дело для одного человека. Все. Вот такой вот простой секрет. Представьте, что один человек дает 50 долларов чаевых официанту. На зарплату официант живет. Сколько ему нужно обслужить таких клиентов? 20 тысяч клиентов, чтобы заработать миллион долларов. 20 тысяч. Да за всю жизнь это невозможно сделать. Невозможно. Понимаете? А певец выходит на сцену, дает один концерт. Один концерт. Три часа выступает. Дает один концерт для 10 тысяч людей. И зарабатывает свой миллион долларов. Билет один там по 100 долларов. Это я утрирую, да, чтобы вы понимали. Масштабируемое дело и немасштабируемое. Вот и все. Вам нужно просто заниматься масштабируемым делом. Все, ребята, все просто. Я записал один курс. Один курс. Его купили сотни человек. Масштабируемое дело. Я не продаю курс каждому. Писатель написал одну книгу. Одну. Она разошлась там миллионным тиражом. С каждой книги по одному доллару. Вот он заработал миллион долларов. Масштабируемое дело. Еще раз. Поймите. Чем богаче человек, тем больших объемов у него масштабируемое дело. Все. Марк Цукерберг. У него Facebook. Какие там масштабы? Понимаете, богатые люди это не те, которые в тысячу раз работают больше рабочего. Рабочий работает, к примеру, 8 часов. И Марк Цукерберг работает 8 часов. У всех 24 часа в сутках. Только Марк Цукерберг занимается очень-очень масштабируемым делом, а рабочий немасштабируемым. Все. Вот вам секрет больших денег. Ну неужели это непонятно? Вот почему я так много времени уделяю масштабируемым делам. Масштабируемым, не ручным делам. Люди спрашивают, почему ты там не торгуешь? Потому что это ручное дело. Инвестиции. Это масштабируемое дело. Трейдинг это ручное дело. Инвестиции круче трейдинга. Да, сейчас бы я мог заработать большие деньги. Но это все, это предел. Я вот бы каждый день вот бы зарабатывал. Но я бы не рос. Трейдинг это стресс. Это много времени. Зачем? Если можно каждый день уделять время масштабируемому делу. Потому что масштабируемые дела в основном это пассивные или полупассивные источники дохода. Трейдер должен каждый день работать, чтобы зарабатывать. Инвестор может вложить деньги и отдыхать. Официант должен каждый день ходить на работу, чтобы обслуживать людей. Владелец ресторана может иметь рестораны и отдыхать месяц не работать. Рестораны работают за него, если все грамотно настроено. Понимаете? Владелец ресторана масштабируемое дело. Официант не масштабируемое дело. Официант за один час работая, работая вручную, может обслужить там 10-20 человек за один час. Владелец ресторана не работает. Может предоставить свою услугу за один час тысячам человек. Понимаете? Вот вам пример масштабируемого дела. Я уже тысячу раз говорил, что круче, работать руками и получать деньги или не работать. А создать пассивный источник, создать большое масштабируемое дело, которое будет работать на тебя. Вот почему я пассивным источником масштабируемому делу уделяю больше времени. Ну это же понятно, ребята. Перестаньте меня спрашивать такие вопросы. Почему ты не торгуешь? И плюс большие масштабируемые дела несут в себе какую-то там социальную ответственность. Какую-то социальную значимость. Когда ты занимаешься таким делом, ты растешь. Ты развиваешься. Ты смотришь на мир уже по-другому. Тебе хочется быть полезным этому миру. У тебя совсем уже другие интересы, чем когда ты каждый день вручную работаешь, втихаря. Никому там ничего не показываешь, не рассказываешь. Чисто сам на себя работаешь. А когда ты занимаешься большим масштабируемым делом, тебе хочется что-то изменить в этом мире. Тебе хочется улучшить этот мир. У меня совсем уже другие мысли, совсем другие интересы, чем в те времена, когда мне хотелось столько денег, когда я работал грузчиком, когда я работал на стройке. Это тебя развивает. Вот почему я все силы трачу на масштабируемое дело, на пассивные источники дохода. Но, ребята, есть подвох. Я обязан вас об этом предупредить. Не все так просто, не все так красиво. В чем этот подвох? Вы знаете, что богатых людей там 5%. 95% людей это бедный и средний класс. Богатые люди занимаются чем? Масштабируемым делом, поэтому они и богатые. Соответственно, в масштабируемом деле добиваются успеха только 5%, а может и меньше. 5%, понимаете? Если вы метите на масштабируемое дело, шанс на успех у вас только 5%, ребята, 5%. Если вы метите в официанты, шанс на успех у вас 95%. Вы должны это понимать. Не все так просто. Очень тяжело пробиться в масштабируемом деле. Я, помните, в одном из своих видео публиковал данные о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы попасть в 1% населения. Если вы зарабатываете вот в наших странах больше 150 тысяч долларов в год, вы попадаете в 1% населения. В 1%, представляете? Я зарабатываю больше 150 долларов в год, я попадаю в этот 1%. 1%, 1%, понимаете? Шанс у меня был, что я добьюсь успеха 1%. 99% людей в масштабируемом деле терпят поражение. 99% людей сливаются. Поэтому подумайте, надо это вам или нет. Или вам нужно найти стабильную работу. Богатство это ответственность, это стресс. Может быть, это не для вас. Подумайте, какой вы человек, надо вам это. Готовы ли вы к таким рискам? Готовы ли вы к хейту? Готовы ли вы не спать ночами? Ночевать на вокзале? Я вам уже это говорил, это огненная готовность. Готовы ли вы к этому? Давайте еще раз процитирую вам свою цитату. Чтобы попасть в 1%, в этот 1%, у вас должна быть огненная готовность. Огненная готовность это готовность к богатству, влиянию, популярности, зависти, критике и осуждению в будущем. Через готовность терпеть нищету, боль и непонимание в настоящем. Вот тогда вы попадете в этот 1%. Сколько будет просмотров на этом видео? Максимум там 100 тысяч. 100 тысяч просмотров может быть чуть больше, потому что прошлое видео на такую тему набрало 111 тысяч просмотров. Сколько просмотров на приколах, на пранках? 2 миллиона, 5 миллионов. Вот вам 95%. 95% людей что смотрят? И только вот эти вот 5% смотрят такие видео. Понимаете, это видео не для всех. Богатство не для всех. Я не хочу вам что-то навязывать и говорить, вот только этот путь правильный. Нет, ребята, может вам этот путь не подходит. Сядьте хорошенько и подумайте, нужно вам это или нет. На этом все, ребята. Если хотите развиваться, если хотите больше пользы, она есть на остальных моих каналах. Подписывайтесь на остальные каналы, ссылочки в описании. Также подписывайтесь в инсту, там тоже много пользы, мотивации. Кто хочет следить за моим состоянием, посмотреть, как я инвестирую, посмотреть, сколько у меня денег, на чем я зарабатываю, добавляйтесь ко мне в телеграм-канал. Первая ссылка в описании. Обязательно поставьте этому видео лайк, если, конечно же, понравилось. Если не понравилось, ничего не ставьте. Поделитесь этим видео с друзьями, только теми друзьями, которые хотят разбогатеть. Они должны это понять. Может, они передумают уже идти по этому пути, может, у них поменяется отношение. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Подписывайтесь, конечно же, на основной канал Инстардинг. Всем желаю определиться, чего вы хотите от этой жизни. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok